Группа D, решающий последний матч за второе место. Maru против Showtime, Maru в правом верхнем углу Showtime, в левом нижнем. И матч начинается на карте Glittering Ashes, а точнее на ее версии TLMC, но это, наверное, не так важно. Просто обращаем внимание, что весь DreamHack у нас проходит на этих версиях. Что ж, вроде бы достаточно явно смотрится тут фаворитом в этом матче Maru, но при этом, например, англоязычная аудитория, та, которая смотрит на твиче, достаточно спорно оценила шансы. 55 на 45 был прогноз, насколько я видел. Maru начинает этот матч с Бараком внизу. Такой псевдо-прокси Барак, один из тех, которые любят Maru ставить в этом матчапе. Reaper полетит вперед, Барак вернется домой. Особого выигрыша в тайминге нет, но есть номинальная обманка. Конечно, оппонент мог бы, ну, перестраховаться, скажем так, поставить пораньше кибернетку. У Шоу Тайма и, правда, кибернетка до Нексуса. В большинстве сценариев этого достаточно. Наверное, не во всех, потому что предположим, что там внезапно бункер раж. Ну, я имею в виду серьезный бункер раж. Покажи мне настоящий бункер раж. Да, я сказал, настоящий. Это не тот случай. Тут просто приедет, сядет Reaper, если Шоу Тайм как-то не будет выводить рабочих, чисто, чтобы бункер убить. Но там в такой позиции бункер, что КСМ-ку можно перегнать. В итоге Шоу Тайма расчет на Сталкера, которого он построил под бустом. Сталкер приходит, начинает пинать КСМ-ку и не успевает. КСМ развалилась и даже не успела сядь в бункер, но сам бункер достроился. Так, его особо некому чинить. Так что тут Reaper не сильно дольше из-за этого проживет, но, по крайней мере, немножечко нервов попортит Шоу Тайму. Немножечко щитов Сталкера тоже попортит. А дальше бункер Мару продает. И улетает спокойно отсюда. Дальше у Шоу Тайма Роботикс. Тут поворот. Игра в третий Нексус через супербыстрого колосса. Или это вообще какой-то пуш с ранней призмой? Или это просто быстрый обсервер против мин? Ну, вряд ли тут прям будет серьезная ставка на невидимые мины, не знаю. Ну, а Мару тем временем ставит командный центр на возвышенности. Минк приходит закопаться против потенциального выхода Сталкера. В Ходсе такой билд, конечно, был бы для Протаса одним из стандартных, потому что мины были невидимы с самого начала. Поэтому, если ты опасаешься дропа мин, ты просто играешь быстро в апсайм. Все, но Шоу Тайм выбирает такой... Ну, билд в стиле Скиллоуса, я бы сказал. Правда, это немного странно, потому что как раз Скиллоус играл по Шоу Тайму в начале своей, так сказать, карьеры. Ну, в общем, билд с ранней разведкой, но не через центры и иллюзии, а именно через роботикс и обсерверов. Ну, а дальше все-таки роботикс бей, видимо, будут колоссы. И, соответственно, будет Мару выходить на третью. Ну, есть еще версия с дропом колосса в чате, но я что-то в этом сильно сомневаюсь. Посмотрим. Впрочем, пока прилетает дроп мин, обсервер. Тут как тут, Мару играет через Рейвена, кстати. Ну, бита первая мина. Есть продолжение. Шоу Тайм. Я думал, что там одна минка, что ли? В итоге отдает двух пробок, и Мару успевает спасти мину. На красных ХП она запрыгнула в медивак. Третий Нексус у Шоу Тайма. Колосс пошел, но призма я пока не наблюдаю. Чтобы сделать дроп, я слышал, нужна еще призма. Как там было у классика-то. Колосс занимает весь салон, да, в маршрутке что-то такое. Два танка, морпехи, Рейвен. Мару делает выход без стимпака, без щитов. И он на такой позиционный под третью базу. Джиннис в таком случае сказал бы, разложи танки, нажми, а кликай не смотри туда вообще. Пусть сами в плюс размениваются. Наверное, у Мару будет чуть более сложное исполнение. Ну что, у Шоу Тайма есть первый колосс без дальности. Прилетает. Это не та самая Минка, кстати. Это другой. А, или ту самую Минку Мару вычинил. Но как-то... Да ладно, неужели реально Мина вычинает? Ну ладно, короче, приходит он сюда пушить. И внезапно Шоу Тайм просто отдает третий. Ну, может быть, он и может себе это позволить. А теперь-то зачем драться, погодите. А, потому что танки сложились, да, только по этой причине. Потому что может, как говорится. Очень опасный концепт мировоззрения, который приходится учитывать при воспитании детей, давайте так это назовем. Очень легко они подцепляют этот принцип. И очень плохо понимают, что за ним должно стоять. Как-то я наблюдал своего ребенка в парусном спорте на берегу отвязывающего другого ребенка на яхте дорогую деталь, которую ни он, ни другой ребенок на свои деньги купить не могут. И на вопрос, зачем ты это делаешь, он так и ответил, потому что могу. Пришлось объяснять, что до тех пор, пока заплатить ты за это не можешь, то не надо что-то делать просто потому, что ты можешь это сделать. Мыслят почему-то дети деструктивно в основном. Сколько конструктива получится у Шоу Тайма вот в таком размене базами, мне интересно посмотреть. Но он, видимо, будет сжать рекол сейчас. То есть логика в том, что он мог бы выбить немножко рабочих на третьей базе, потом вернуться и отбиться, но есть один нюанс. А он ждет, да, ждет энергию, видимо, на рекол. Дожидается, выходит третий колосс как раз, но это, возможно, не так и плохо. Ну и в итоге Шоу Тайм разбирает в хлам. Мару как-то очень долго ставил эти авто турели. Если бы они встали вовремя, например, под колоссов, то, честно говоря, может быть, он бы зафокусил и на колосса, а то и двух. Ну а так Шоу Тайм дал отличное сражение. Тамара убил 16 рабочих. Я, честно говоря, не уверен, что это особо критично. Просто потому, что там есть три Нексуса, и можно быстро забустить пробок. Не прокатывает дроп, Шоу Тайм заметил вовремя. Ой-ой-ой, тут зато Либератор заходит отлично. Минус пять, как с куста. Ну, Шоу Тайм дальше идет в блинг, в грейды 1-1. Интересно, что он делает армор и не вторую атаку, несмотря на то, что ставка у него на колоссов. Ну, так, видимо, по ресурсам плотно. Хотя, вроде, минерал это есть, но это есть просто то, что варп еще не прошел. Шоу Тайм прям сунулся вплотную, чтобы сталкерам до медивака попытаться дотянуться. И в итоге это стоило ему нескольких сталкеров. Но пехоту он действительно разобрал. Что есть, то есть. Четыре гейта добавляет Шоу Тайм. Бомару уже сейчас добавляет Гост Академия. Очень рано он выходит в Гостов. Ну, по-общему, абсолютному, так сказать, таймеру не рано, конечно. А что там? А, там один мародер по F2 шумики решил. Ну, вроде, даже некому его перехватывать внезапно. А, нет, вот тут перехватыватели 2000 нашлись. Ну, у медивака нашлась кнопочка форсаж. Субтитры сделал DimaTorzok Грейт 2-2 на середине у Мару. Шоу Тайм 1 фортрапа, по всей видимости. Но он, если будет нормально бустить, он, все равно не особо отстанет. По апгрейдам. У Мару добавляет минки. На данный момент не очень понятно, это для дропов или против зилотов. Именно когда есть колоссы, вроде мины, все-таки уже не настолько прекрасны. Да, в итоге в дроп. Эти мины строятся. Ну, пока шоу тайм отбивается очень хорошо. Демонстрируют нам, так сказать, преимущество европейской оборонительной школы. Но Мару ТВП играет вот не совсем так, как ТВЗ. Он играет его не на несколько фронтов. А он, скорее, грамотно может исполнить лейтгейм. Ну, тут, конечно, интересно было бы посмотреть, на самом деле, противостояние в лейте Мару против шоу тайм. Ну, для начала, противостояние в лейте шоу тайм ставит дарк шрайн. Да, дарки, дезерапторы, все эти прекрасные инструменты, говорят, они довольно легкие. Не поднимал, врать не буду. Для меня и пустой гриф от штанги, тяжелый лично. Шоу тайм, наверное, лучше, кстати, справляется с этими пауэрлифтерскими задачами. И с этой армией Мару тоже справляется неплохо. По два дезераптора тем временем шоу тайм подстраивает. Минка там затусила с апсом. А, это Минка хочет затусить с дезераптором. Вот только шоу тайм запомнил, где она. Ну, обычно говорят, где собака зарыта, но, видите, тут собаки. Только если на заднем фоне иногда лаят в этом матчапе. Попадаются сталкеры. А как Рейвен-то живет столько времени? Мару, прям какой-то волшебный Рейвен. Рейвен по имени Неуловимый Джо, видимо. Причем летает первый, такой вообще не парится. По оклику, как положено. Но просто почему-то живет. Чудеса? Гардиан Шилд нажимает шоу тайм. Хотел было. Хотел расплетить, но что-то потом. Как говорится, а не пойти ли мне на работу, да, подумал. Я и не пошел. Не стал сплетить. Получил антиармор во все. Зачем, если можно просто подождать? Он же закончится. В этом плане шоу тайм, наверное, похож на человека, который сидит на берегу моря и ждет, что скоро прибой закончится. И тогда он сможет наконец-то спокойно построить себе домик из песка на берегу. Прожить такому человеку придется достаточно долго в ожидании, когда же прибой наконец закончится. Емпы прилетает вархона. Надо отойти чуть подальше. Щиты тоже восстановятся когда-нибудь, правда Шилд? Ладно, Нексус уничтожен. Не успевает его отменить протас. Зато тут дарки уже выезжают. Мару перефокусил красиво пару дизов, но на очередного не хватило все-таки урона. И он хлопнул всю пехоту, правда Мару идет под мощную контратаку. Кто-то совсем не подбирает войска в медиваке. Но может быть что-то знает об этой игре, конечно. Мару залетел, забрал колосса пехоты и дальше эвакуируется. Но параллельно дарки срезали 21 ксм. И здесь поднимают командный центр. Дарк, ничего себе! Вот это микроконтрольно. Мару, правда, наверное не особо понял, куда именно дарк прыгнул. В итоге просто дал скан. А поскольку дарк прыгал очень хитро и уходил не по прямой, а вбок. В итоге скан это как раз то, что надо было. Если бы дарк убегал как американец, как Мэйджик говорит, по прямой, то есть по дороге от автомобиля. То тогда он бы просто ушел из зоны скана и все. И выжил. Плохо быть умным, если играешь на протасе. Я, конечно, не пробовал, но так говорят. Планетарка в последний момент успела встать. Чуть бы протас пришел пораньше. И, наверное, успел бы забрать эту планетарку без особого сопротивления. Отдает шелтайм еще одну базу. Она готовится и забрать еще одну базу. Да, она просто игнорирует, которую и правильно делает. Четыре могучих взмаха. И планетарки нет. Ну, честно говоря, стоило бы и турель потом убить. Ну, да ладно. Наверное, дарки сами как-нибудь разберутся. Да, Мару много теряет. Мне кажется, довольно важно при этом не терять в такой ситуации тер, но... Ну, если можно так выразиться, присутствие духа. Потому что, да, вроде дарки там забегают, тут забегают. Но ведь Мару тоже забирает дорогих юнитов. То есть самое главное ему в какой-то момент, ну, не проиграть сражение глобально в хлам. Сейчас он идет армией по четырем направлениям. А тут Нексус забрал. Я думаю, что Мару не в минусе по разменам. Он, скорее всего, в неплохом плюсе. Просто другой вопрос, что да, у него там поменьше рабочих. Ну, что ж, зато можно вот так вот зайти. Пять дезерапторов, это если что, 750 на 750. Не так, чтобы зилатов, пять зилатов потерял протас, да? Да пофиг. Ну, опять дезерапторов не пофиг. Никакого банка ушло тайма нет. Так что, я думаю, пока не надо прямо Мару списывать со счетов. Но посмотрим. Все зависит от него. Игра еще не выиграна, это точно. Шоп-тайм ставит Нексус еще раз. Опять прилетает ЕМП, антиармор. Ну и протас остается только валить. В дюне есть полезная кнопка, на такой случай ретрит. Тикай в русской версии от Фаргуса можно было бы назвать. Эмин, не от Фаргуса, кто вообще выпускал ту версию ГТА, там, где потрачено? Я в ГТА, кроме первой части, не играл. Или второй, второй, наверное. Там вид сверху был еще. Ой, Мару тут глубоко решил зайти. Я так понимаю, это был вояж конкретно за колоссом. Дальше не вижу смысла размениваться. Ну, хотя Мару дает антиармор, но все равно такое чувство, что надо отступить и перегруппироваться. Собрать армию. Как-то вот видно, что потеряны критмассы, чтобы зилотов отщелкивать. Ведь сверху был в первую, в вторую пишут. Ну, во вторую я, скорее всего, играл. На самом деле, всего пару раз. Ну, ладно. Да, в итоге Мару дожимает. Шоу тайм просел по боевому лимиту, потерял всех своих качественных юнитов, кроме дизрапторов. И ему ничего не остается, кроме как писать GG. Мару, как говорится, гнулся да не ломался. И забирает первый сет в свою копилку. Одна карта, и Мару идет в плей-офф. Второй сет, карта 2000 атмосфер. Мару появляется слева внизу. Снова ставит такой полу... Я жду, как это назвать? Полу-прокси. Полу-обманно-прокси. Барак. Ну, в любом случае, Барак поставлен на своей третьей базе. И, как следствие, Шоу тайм просто снова приедет и узнает, что Барака нет дома. И, по идее, вынужден в такой ситуации будто бы кибернетку ставить до Нексуса. Да, он выводит другую пробку поставить кибернетку. Пока что. И дальше ставит Нексус без дополнительных промежуточных пробок. Ну, там 20-20 такой билд обычно, да. И, соответственно, у Мару обычно в первом групповом этапе на GSL тоже такой билд. 2-0-2-0. Хотя, нет, по-моему, как-то такой был, по-моему, сезон 1, где Мару вылетела с первого группового. Ладно, теперь GSL у нас еще не скоро. Хотя GSL Super Tournament у нас довольно скоро. Спонсоры канала уровня мастера или выше могут заглянуть в Google календарь и посмотреть, но все остальные могут найти в Google страничку Ликвипедии на GSL Super Tournament и поискать там даты. У меня там, правда, чуть хитрое расписание трансляций из-за своих личных дел. В любом случае на YouTube рано или поздно все будет, ясное дело. Ну, кроме, наверное, финального дня, который, скорее всего, как обычно, возьмет Алекс. Тем более, что у меня все равно там не особо получается. Старкрафт комментировать. Старгейт поставлен у Шоу Тайма. В этот раз он выбирает чуть другой стиль. Если я не ошибаюсь, Шоу Тайм предпочитает играть вроде как через Фениксов и Зилта Архонов, но посмотрим. Может быть, он сыграет просто через Оракулу. Вот будет еще какой-то вариант. Да, но пока тут определенные трудности с бункером, потому что в этот раз рабочий успел спастись и чисто теоретически мог какое-то время чинить бункер. Но красное и ХП, все дела, короче, в итоге все эвакуировались, бункер продали. Повесил мару объявление, продам гараж, никто не купил. А, нет, кто-то купил, получается. У нас, кстати, вроде говорили в Питере, что все гаражи будут сносить, но что-то не сносят. Непонятно, как это работает. У кого есть гараж, поделитесь, вы, наверное, в курсе. Мара закопал минки. Ну, так, на случай. Если вдруг кто-то придет и прилетит, и прибежит. Но Феникса одной минкой не убьешь, естественно. Но, с другой стороны, если он от нее получит залп, то потом можно морпехами добить. Но Феникс очень юркий товарищ, в отличие от Оракула, поэтому его легко после этого спасти, он просто улетает и все. А дальше шоу-тайм после одного Феникса идет в Оракулу. Интересное использование. Оракулы и ловушки. Мне, кстати, очень нравится. Мара действительно часто приходит пушить вот так вот с двух баз, всякой чухней, типа морпехи-танки, морпехи-циклоны, вот это вот все. И поставить ловушку очень прикольное решение. Другое вопрос, что, конечно, в теории Мару может заметить и просканить. Но, будем честны, обычно их не успевают замечать, если скан не кидается наперед. Правда, скан Мару может кинуть наперед, чтобы посмотреть, а есть ли там войска. Но не факт, что так и будет, потому что ему все-таки очень важна экономика, инком. Ему надо третий Нексус ставить. Короче, очень нужны деньги. Гаражи сносят, говорят, если можно там построить дом. Ага. Понятно тогда, почему сносят не везде. Оракулы залетают в минеральную линию. Да, тут вообще ничего нет. И это тоже очень важная инфа, что ничего нет. А Мару, да, там пока отвлекся на Оракулы, в итоге циклоны. Заехали, а вот сейчас циклоны. Когда выйдут из стазиса, их приобнять форсфилдами нежно со спины, как протасы любят, чтобы не уехали. Но, похоже, из-за танка боится подходить шоу-тайм. И в итоге Мару такой просто продолжает пуш. Но я даже не знаю. В итоге получилось, как у лица Сина, когда больные раком ученые ложились в Криосон в надежде, что через 300 лет разработают лекарство. Стеклоны просто дождались, когда войск будет еще больше, и спокойно продолжают пуш. Ну, я даже не знаю. Телекон, по-моему, не Ли, а Люций Син, вроде, да. Ну, в общем, я думаю, кто читал, тот понял. Грейт на Армор. Заказан. Армор, Чардж. Шоу-тайм действительно переходит в состав армии именно с зилотами. Мару делает Рейвена. Странный выбор против фениксов, но, наверное, расчет на то, что фениксов особо больше и не будет. Шоу-тайм получается. Батарейку нажал, скилл показал. Теперь можно и в макро играть. Мару пока в макро не играет. Третий ЦЦ не ставит. У него два викинга, два циклона. Готовится ловить оракулов, если они прилетят, но они не летят никуда. Они висят себе спокойно дома. Никого не трогают. Шоу-тайм ставит архивы. Интересно, посмотрите, не будет ли игра через шторм в этот раз. У меня, кстати, смешанные ощущения касательно игры через шторм конкретно против Мару. Мне почему-то кажется, что вот трэп такой часто играет. И нередко Мару вот как раз неплохо отбивается от таких вещей. ЕМП дает хорошо, или просто запушивает рано. Но тут уже был пуш, который не прокатил, поэтому, может быть, это был бы неплохой вариант. Третья цица все-таки у Мару строился на мейне, что-то я не заметил, походу. Так что он перелетает уже на эту базу. Ну, выходит, играет, видимо, в макро Что ж, наш прогноз Первый на этот, нет, второй уже На этот матч был Касательно длительности Продлится ли матч 10 минут Мару все еще имеет шанс проиграть раньше Если хочет Может ли он пропушить раньше? Не знаю, у меня есть сомнения в этом Давайте посмотрим Мару начинает с дропа Такой аперитив, знаете, для протеза После которого должно, видимо, остаться послевкусие Или как там это работает По-моему, не зашло Вообще Именно акцентированные дропы Там 3 плюс медивак и пехоты Мне, в принципе, что-то в последнее время не особо нравится Раньше, конечно, когда я играл за протезом Мне казалось, что это имба Но то ли карты стали чуть-чуть другие То ли просто в среднем протезы побыстрее меня В плане соображалки По части чердака Как писал Уоллес В своей бесконечной шутке Но вообще, как правило, зилы-тестелкеры Успевают подойти гораздо раньше Чем все эти морпехи наносят критический урон Более существенный, чем урон с одного или двух медивак А вот потерять там 3-4 медивака Это гораздо больнее, чем один или два Так что не знаю Ну, Архоны все-таки ушли Тайма, никаких штормов На Дерибасовской хорошая погода, говорит Шут Штормы Не спрогнозированы Колоссов он дальше добавляет С роботик со своего Мару на всю пачку нажал стимпак Половина армии Пол стимпака бегала, а не сражалась Ох, как мины по зилам Но зилам все равно очень много Не знаю, я совсем не уверен, что этого достаточно Да, божественный кайт, все дела, но он же только зилатов убивает Любой протас рад отдавать зилатов и сохранить все остальное Говорят, на Дерибасовской дождь Ничего не знаю Песня была не так Ну и в кино Там же, по-моему, была песня, да, в кино с этими словами? Это же один из тех фильмов, которые полумюзикл Вроде как Не скажу, что отношусь к любителям ПКД пересматривать советские фильмы Что-то вроде будто бы запомнилось Дарк Шрайн поставлю нашему тайну Показывает, что протас почти всю игру больше добывает Кроме каких-то коротких промежутков Когда, видимо, бросались мулы Интересно, что Мару ставит одну сенсорку С той стороны, где у него и так стоит армия А с другой стороны, где, казалось бы, даже полезнее Потому что оттуда будут зилаты забегать Сенсорки как раз таки и нет Ну, конечно, справедливости ради Где там зато есть планетарка Но сэкономил немножечко Убивает Мара Пилон в углу карты Для контроля этой самой карты поставленной Погиб один циклон Еще второй остался Шоу тайм подходит в пуш При этом у него там делается целая стопка полезных грейдов И на атаку воздуху, и на блинк даркам Ну, Мару отвечает по-простому Пошел ты, говорите, в свою карьеру Нет, он отвечает дальностью либераторам Апгрейд плюс три на пехоту только сейчас Ну, поздно, конечно, но у Протаса тоже пока нет плюс три Хотя вот-вот будет, да, было бы здорово подраться раньше Влетает ЕМП Полукругом широким нападает пехота Разбегается от сферы Очень хороший микроконтроль Шоу тайм Ни в кого толком не попадает И нажимает рекол Просто, чтобы не попасться на отступление Правда, половина войск все равно идет своим пешком, но Это чуть более мобильная половина, я думаю Вроде говорят, в фильме про Дерибасовскую песню не было Ну, тогда у меня, видимо, какие-то фейковые воспоминания Или, может быть, была песня, но не из фильма Короче, ладно Это не очень важно Важно, что кэрриеры появились в производстве Мару строят лидераторов по три штуки Очень интересно, не планирует ли он совершенно случайно Их вообще использовать в противовоздушном режиме Шоу тайма пошел второй апгрейд на атаку по воздуху Я припоминаю, кстати, уже игру шоу тайма против мару Где шоу тайм побеждал кэрриера Так что маэстро знает толк Там архон, кстати, застрял у него на мей Это, наверное, тоже не супер важно Это просто обломно, что лимит он там занимает И не участвует в боях Но тут, по-моему, и без него зашибись И даже без карьеров хорошо А с карьерами-то вообще Два карьера, конечно, не создают на самом деле Крит массу интерсепторов еще Так что, может быть, шоу тайму не надо спешить Если он их каким-то чудом отдаст То, ну, блин, с другой стороны, я понимаю, что у тайма Ему очень страшно выпускать мару То есть он понимает, что у мару столько же рабочих Да, может быть, в этой игре он не так круто разменивался какое-то время Но это все-таки мару И у него все-таки пять баз Он ставит новые И дай ему немного времени И вот уже твоих карьеров встретят 30 викингов и 20 косов По одной базе за раз Говорит Шоу Тайм как заправский анонимный базоубиватель Красиво Сталкеры буквально на границе Либераторов Дарки, кстати, могут вернуться и сделать это еще раз Певая песню Бритни Спирс Мару продолжает активно клепать либераторов Ну, либераторы-викинги-госты Это, в принципе, и немного мин Это, наверное, такой идеальный состав, который ему нужен сейчас Такие прям там поселились под сканами Это, кажется, была минус минка Минус мистер Минка А вот эту минку не заметил Шоу Тайм Бывает Мару, правда, с нее тоже не имеет вижен Вроде закопанный юнит Не дает же, да, вижен Золнаги Хотя, если честно, я не уверен Вроде сейчас показывали, что Мару там только вижен на кусты То есть от самой минки, а не от золнаги Что-то я не понял Вроде сфера долетела до танка А танк на фулл хп Есть еще Не правда ли ощущение, что с такой шелонированной Хотя какая тут она шелонированная Один танк и одна турель Ладно, окей Отбой Я хотел про темпеста в телегу завести Но, пожалуй, нет Еще не тот случай Все-таки Проблема темпеста в том, что они викингам урон не наносят толком Там можно их накопить, чтобы они викингов ваншотали Но все равно это очень долго И любая ошибка очень дорого обходится Тут еще одна попытка Но там и турель есть, и либераторы есть на планетарке Так что Ух ты Какая база Мару дал сразу два скана Ну и видят, что на одной из этих локаций установлена На базу И кушайте минки Даже мне они уже надоели Я не знаю, как шоу-тайм там вообще держится Это, конечно, и с другой стороны Прелесть профессионального старкрафта Что игроки везде успевают С одной стороны вот такие штуки Раскладывать, расставлять и закапывать с другой стороны Замечать, выкапывать там И реагировать на них Не всем же, как в алмазе нажимать, а клик И даже не то, что смотреть А даже и не смотреть Как там армии подерутся Кто-то должен и контролить успевать Наверное Плюс три на атаку воздуха Тем временем у шоу-тайма на подходе Правда у него совсем-совсем не копятся карьеры У него как вот есть две штуки Он особо больше и не строит То есть он будто бы заставил соперника Пойти викингов А теперь, соответственно, играет просто в сталкер Ну, просто из-за этого он вынужден Все время не давать сражения Потому что толком драться Он может только против викингов И либераторы, и танки Его разносят Гасты помогают Спрашивают, не надо ли добавлять темплеров Выходя в карьеров Но тут вот Такой есть концепт Что многие протасы считают Что не надо добавлять темплеров Потому что у терранов всегда будут гасты И твои темплеры всегда будут под емп Ведь вроде кажется супер логичным Да, ты просто даешь шторм викингов И жмешь оклик И победит Но в реальной игре против хорошего террана У тебя никогда не будет энергии Ну, по крайней мере, кобра Которая играет в карьеров постоянно Когда-то это так описывал Я это не сам придумал У меня-то похожие ощущения Ну, понятно На мой уровень игры Ориентироваться смысла нет Но вроде протасы чуть получше Да, говорят так же Насчет шоу тайма не знаю Но видим, что темплеров нет Видимо, его логика тоже приблизительно такая же Вару дарков был на эту базу Приходит сюда Мару И такое интересное сочетание Дарки запрыгнули прямо в пехоту блинком И как бы вроде пехота их и может откайтить Но под фотонками дарки нормально сражаются Смотрите, на потери в полтора раза выигрывает Мару По разменам А во что шоу тайма перестраиваться непонятно Там куча мародеров, либераторов То есть вроде сталкеры не работают Но он не может пойти в Зилата В Зилаты будут завигать и умирать в этой армии Архоны будут получать ЕМП и умирать Он не может пойти в карьеров Потому что карьеров просто убьют викинги Поэтому, по сути, его армия не очень хорошо работает Но ничего лучше он сделать не может Поэтому он обязан играть в армию Которая вот требует мобильности Мобильности правильной позиции Верных своевременных отступлений Такой сложный лимит в контроле Не то, что в микроконтроле А именно в принятии решений Ну, естественно, у Террен это такой почти всегда Потому что у нас такой протос в режиме Террен В каком-то смысле Ну, разве что у него есть невидимые юниты Постоянно, а не временно, как гасты Мару красиво от снайп его колосса только что Мазершип реколы Реколы по приколу, да, которые Куда реколят? Везде турели, везде Вроде готов соперник Не, ну может быть, да, тактически как-то Чтоб можно было уйти реколом, если что, на Nexus Потом на Мазершип Видимо, Showtime считает, что не особо может себе позволить Лимит в первую очередь Но и ресурсы тоже Все-таки Мазершип и лимит до хрена занимают Я сказал до хрена, на самом деле я просто не знаю, сколько Ну, типа вроде много Не знаю Больше восьми, наверное, да? Может восемь Я даже не знаю, сколько карьер занимает Шесть, видимо, да? Зачем это все знать? Это не надо знать, чтобы брать Мастер Лигу за протоса Проверено Каби Рейджем Ну что, похоже, придется эвакуироваться с этой базы Рейнер добыл все, что мог А теперь может только как тот генерал Которого звали, кажется, МакАртур Сказать, что я ухожу, но Я Еще вернусь Да, вот именно про такие ЕМП мы и говорили Рассуждая о темпларах Если бы Старкрафт был коллекционной карточной игрой То, наверное, у Мару просто была бы такая карта мины Которая свидетельствовала бы что-то типа того, что В начале каждого хода соперник бросает кубик Если он получает два или меньше То вся его армия штрафуется там на 5% хп Потому что просто время от времени Мины стреляют И что-то им уже забил там каких-то апсерверов брать Решил, что все это от лукавого У юниты у него толстые И так сойдет Нападает шоу-тайм Ну вот очень узкое место Сюда никак не напасть Куча ЕМП Вроде он выбил пару либераторов И, наверное, пару викингов тоже должен был Но Мару не особо просел по лимиту Все-таки Шоу-тайм запрыгивает в планетарку Готовится ее вырезать Бьется шоу-тайм за свои шансы в плей-офф Напомню, победа Мару Оставляет шоу-тайма за бортом Поражение Мару ведет нас до сайда И будет еще один сет тогда Война за орбиталку А на самом деле было бы неплохо ее добить Но шоу-тайм, похоже, заподозрил неладное Что его тут окружают Решил на всякий случай отступить Убедился, что будто бы нет Пытается добить орбитальную станцию Сталкерами добивает Получает немножко урона от либераторов Не очень страшно Мару приходится эвакуировать рабочих С базы вправо, вправо внизу Похоже, он ее не может защитить Потому что его основная армия Ушла в левый верхний угол Ну и шоу-тайм теряет локацию У него сейчас нету базы справа внизу Но, собственно, он только что оттуда Мару прогнал У которого туда улетел еще один командный центр На трех часах там база, наверное, у Тоса Уже должна была почти закончиться Банку шоу-тайма немножечко побольше Мару может, типа, заказать морпехов А такое чувство, что они сейчас малопригодны Шоу-тайм ставит сразу три на эксуса Вот так он решил использовать свои деньги Не могу сказать, что этот план надежен Как швейцарские часы С другой стороны, откуда у меня знать Швейцарских часов у меня никогда не было Максимум японские Ну ладно, датские еще одни, наверное Если Мару будет сильно отвлекаться на это сражение То поди и он Может, там и базу на дарке потерять Тэмпест появляется в заказе Швейцарь хочет воевать с либераторами Ну, вернее, не то, чтобы хочет Ну, наверное, ему придется это сделать Теперь Я говорил, да, о том, что шоу-тайм Такой теран В режиме терана играет эту игру Теперь у него и мины свои нашлись Видите, вот эти дырки по всей карте Которые, как бы, вроде, сами особо ничьи не делают Но вот просто Чуть-чуть соперника везде напрягают Ну, правда, настолько чуть-чуть Что Мару тут всеми командными центрами улететь пришлось Так что, пожалуй, это пожестче будет Чем какие-то там мины Вшивые Полторы штуки на карте Хорошо шоу-тайм использовал этот ресурс Мару пытается хоть одного дарка не отпустить Тут же получает пачку зилотов в лицо Что-то он решает дать сражение Пока либераторы не разложились Ну, довольно дорого для него это было Но выбора у него нет Ему надо как-то либераторов Выбивать А командирские? Ну, командирские часы были Но они, вроде, были не очень точные Еще и вопреки названию от воды куксились сразу Это самое странное Полетели сферы Мару неплохо размикрил Но что-то все равно потерял Мару, похоже, намерен допушивать Вот прямо здесь и сейчас Лимиты равны Есть темпесты Шоу-тайм успел их получить Правда, очень нужны ревелэйшн Для того, чтобы стрелять с максимального расстояния Но в любом случае С любого расстояния темпесты Наносят урон бесплатно Все любят халяву Даже протосы Сейчас вижен, собственно, дает нексус Поэтому темпестам все видно Только надо все-таки их прикрывать Конечно, тут почти не осталось викингов Внезапно Так что для темпестов не так-то много угроз Хорошие взрывы дизов Должен быть еще один Да, вот он И еще один Но только шоу-тайм совсем не туда выстрелил Но он уже не управлял сферой Он просто отступал Хорошие выстрелы от темпестов Профокусил тос конкретно либераторов А тут тем временем Зилоты и дарки Врываются в последнюю добывающую базу 120 на 116 Боевые лимиты тают Это ведь синхронно Но у шоу-тайма есть добыча Добыча мару Это разве что сам шоу-тайм Хотелось бы ему Но там, в принципе, база тоу-тоса Тоже почти закончилась на самом деле Ну, мару сейчас приземлиться кинет мулов Какая-то добыча у него появится Но судя по стрелочкам в интерфейсе А, вот, видите Сравнялись сразу Ну и шоу-тайма, правда, база вторая заработала Да, но тут мулы, конечно, тащат Не так много, правда, осталось орбиталок И еще и сканы нужные против дарков Но выбора у мару нет Ему нужно как-то восстанавливать боевой лимит Иначе следующее сражение он просто проиграет Да, там обсервер пользуется Безнаказанностью Отсутствия детекции А можно в это предложение Еще больше от глагольных существительных Напихать и сказать, что он пользуется Безнаказанностью отсутствия Возможности Обнаружения Юнитов в невиде Как он такой оформлял Ну что, шоу-тайм Для пеки На нюку На нюку нет Я не понял, честно говоря Мару сам нюку снял Или Гост был уничтожен Именно тот, который я ставил Потому что какой-то гост ушел ведь Но, видимо, шоу-тайм Убил того самого госта Эх, а это было бы красиво, конечно Прямо как в той самой игре С которой, кстати говоря, взят скриншот В принте В магазине Алекса 007 Там, где нарисована акула И написано, что Терра на протасы и зерги подождут А, ну и, кстати говоря, элементы этого же скриншота Есть и в новом принте Который называется Не смотри туда вообще Там нарисована пипега Который очень хочется посмотреть И вот в глазах у нее Отражается взрыв нюки Который взорвало Солру весь боевой лимит И Мару тогда победил за счет этого Держу вас в курсе Заходите в нашу магазин и чекайте новинки Ну а пока Мару чекает возможность Все-таки завершить игру Дожать как-нибудь вот так На Теоклике На последние деньги Да заказавшись просто морпехами Мару накидал мулов Получил кучу минералов Вроде почти бесполезно Вроде против технологичных юнитов Не работает Но что если в лейтгейме Морпехи окажутся хорошими юнитами Такое бывает в матчапе ТВЗ Когда после того Как все брудлорды и инфестеры закончились Внезапно 70 вышедших морпехов Убивает зерга Которому остается развести руками Ну наверное Примерно то же самое остается и шоу тайму Он прекрасно держался в этой макроигре Я больше того наверное готов сказать Что это была самая интересная игра Всего группового этапа Хотя была крутая еще как минимум одна Я помню что я точно выписывал себя Что-то в рубрику must see И эта игра тоже определенно отправится в этот список Поздравляем Мару Он все-таки завоевывает себе второе место в этой группе Вроде не очень круто звучит Да Мару завоевывает второе Но не будем забывать что здесь был Сэрл Который вышел с первого места И Мару мы по крайней мере точно увидим в плей-офф Играть ему придется конечно с кем-то из тех Кто занял первое место в своей группе Выбор Это соответственно Скарлетт, Клемм, Рагнарог Ну и все потому что на Сэрл он попасть не может Скарлетт, Клемм, почему Рагнарог? Господи Скарлетт, Клемм, Дарк Что-то у меня в голове перепуталось Но как минимум один приемлемый вариант здесь наверное найдется Вот только я боюсь что может он Мару и не достаться Потому что вроде у него не так-то много рейтинговых очков В этом сезоне Это впрочем мы совсем скоро узнаем И сегодня наша трансляция подходит к концу Огромное спасибо всем, кто смотрел Отдельное спасибо всем, кто поддерживал денежка И сегодня мы довольно много в поддержку собрали То ли еще будет в выходные Ну в основном конечно в плане игр Но вы поняли Увидимся в субботу на twitch.tv Слэш Каби Рэйдж В 17.00 по Москве А на сегодня у меня все До встречи в эфире Пока Суббота